Приветствую всех на моем канале Оля Счастливая. Подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Надо поменять мох у орхидеи. Кто использует для орхидеи сверху мох, вот именно когда мы укладываем поверх грунта. Помните, что мох это отличный ацербент и его надо менять раз в 3-6 месяцев. Как часто зависит от того, какая у вас вода, какого качества. У меня я заметила где-то месяцев 5 и пора менять мох. Потому что мох защищает корни орхидеи от налета, который образуется в результате попадания жесткой воды. Образуется, видите, вот такие рыжие темные пятна. Здесь корни были не прикрыты и это вот все отложение солей, которые содержатся в воде. Когда мы корни прикрываем и вовремя меняем мох, то такие пятна не образуются. Вот сами проверьте, кто использует мох. Корни прикрыты мхом, как выглядит, и корни, где попадает вода и не прикрыты. Вот так на данный момент выглядит, видите, он прям ржалого цвета, мох, который уже отработал. Его я вообще меняла, наверное, уже может полгода прошло, может даже чуть больше. Но вот этот кусочек очень хорошо у меня снялся, поэтому я прям так и уберу вот этот мох. Но легче всего, если у вас мох плотно лежит сверху и вот так легко не снимается с корней, как у меня, берете просто опрыскиватель и опрыскиваем сверху мох. Он становится влажным и легко снимается. И вот то, что я говорила, при вас только что убрала вот здесь мох. Вот еще, да, видите, прикрыты корни. Они зеленые, без пятен. Сверху, где попадала вода, вот такие рыжие пятна. Я использую мох именно с этой целью. Но на самом деле мох выполняет очень много целей для орхидеи и помогает им. Я вообще считаю, что мох это неоправданно, знаете, недооцененный такой момент в уходе за орхидеями. Во-первых, с помощью мха мы с вами поднимаем влажность в грунте орхидеи. У кого центральное отопление, жарко, сухой воздух. Я тоже показывала много раз. Варианты, как поднять влажность у орхидеи, это, во-первых, внизу, видите, здесь есть маленький зазор. Я набираю воду и вот так где-то орхидеи у меня стоят над водой. То есть вот эта влага испаряется и орхидеи увлажняются. Во-вторых, когда мы сверху закрываем тоже грунт мхом, то повышаем влажность. Вот смотрите, видите, закрытые корни и корни, на которые попадала вода. Вот так выглядит вот вверху, видите, корень попадала вода. А здесь, вы видели, было все закрытым мхом. Поэтому, чтобы поднять влажность у орхидеи, использовать мох очень-очень удобно. Второе, как я вам уже сказала, это защита от солей, которые задержатся в воде. Я воду для полива своих орхидей фильтрую. Ну, 90% в случаях я воду фильтрую. И все равно ни один капридж на 100%, конечно же, с водой, с ее качеством не справляется, не восстанавливает. И поэтому, видите, вот такая ситуация, она все равно есть. Вот стараюсь убрать старый мох, постепенно вот так достаю. Видите, какие красивые там зеленые корни. Но сверху я вот здесь не прикрывала, потому что у шейки здесь все-таки идет стволик орхидеи, чтобы не переувлажнить и не загноить орхидею. Поэтому уже перестраховалась и здесь не укладывала. Так, уложу ровно сейчас кору. Так, все, вот с этой орхидеей я справилась. Сейчас будем прокладывать заново мох. И вот вторая орхидея. Еще хочу рассказать вам интересную функцию мха, которую я не могу сейчас опытным путем 100% подтвердить. Но в теории оно существует. И да, у меня это получалось. В частности, что когда мы с вами укладываем мох, орхидеи дают цветоносы. Но у меня есть такое видео на канале в подтверждении, где я вам рассказывала 4 важные функции мха. И есть видео для повторного цветения орхидеи, где я использую мох и потом показываю результаты. После этого орхидея на самом деле зацвела. Но в то же время, кроме того, что я ей проложила мох, а до этого той орхидеи вообще, вот здесь мха не было, я еще и поливала монофосфат калием. Поэтому совпадение это или мох тоже сыграл роль, конкретно в том случае до конца сказать не могу. Но то, что вы, если прокладываете орхидеи в свежий новый мох, особенно если у орхидеи раньше вот здесь мха нигде не было, и вы проложили то, что орхидеи после этого зацветают, такой вариант тоже имеет место быть. Кто проверит, то, пожалуйста, напишите потом в комментариях. Я, конечно, сейчас тоже проложу. Мои орхидеи Леодору специально называю, чтобы потом, знаете, проверить. Мои орхидеи Леодора совсем недавно я обрезала цветоносы. Видите, вот давно обрезанный цветонос, он такой, ну, уже засохший, а здесь еще зеленая ткань, видно, что не засушены до конца цветоносы, потому что не так давно были обрезаны. И я вам, когда обрезала, я рассказывала, что эта орхидея обычно после того, как я обрежу старые цветоносы, сама по себе дает новые цветоносы. Ну и плюс мох, проверим. Это орхидея Мира Флора, но она участвует в другом эксперименте. Мы ее с вами опрыскиваем голландским удобрением, в составе которого большая очень дозировка фосфора и калия, именно для цветения орхидеи. Поэтому то, что я проложу мох, опять же, это будет не одно, что я использую для этой орхидеи, чтобы она зацвела. Поэтому тоже в чистую сказать, что именно это помогло, ну, нельзя будет, но все равно мы этот момент с вами проверим. Поэтому тоже попробуйте. Мох в любом случае не повредит. Единственный момент, наверное, когда бы я не стала использовать мох, это если у вас климат жаркий и высокая влажность, ну да, тогда наоборот, можно погноить орхидеи. В таком случае надо быть аккуратным, чтобы, наоборот, не переувлажнить орхидеи. В этом случае да. Во всех остальных случаях применение мха будет обоснованным и точно не помешает. Вы видели, что я делала, когда последнюю пересадку для орхидеи я мог добавляла даже в грунт, чтобы поднять, опять же, влажность. И да, в конце этого видео будет прямой переход. Я вам оставлю ссылочку на видео, я использую голландское удобрение, для того, чтобы орхидеи зацвели и заложили цветочные стрелки. В том же видео я вам рассказала результаты применения луковой настойки для орхидеи. Попробовала проверить этот лайфхак с интернета и что будет с орхидеями после применения луковой настойки. Ссылочка на это видео будет под видео. И прямой переход. Просто досмотрите это видео до конца. И все там увидите. Посмотрите. Вот так. Закрываю корни. Опять же, видите, увлажнила, прокладываю мок. Чтобы увлажнить мок, опять же, я его просто достала с упаковки. Я использую сухой мок. Покупаю просто сухой мок в магазине. Вот так. И увлажнили. Все. Заранее. Или можно заранее замочить, а потом, знаете, как хорошенечко отжать. В простой воде я замочу. Никаких препаратов, удобрений, фунгицидов. Ничего. Лимха вот этого я не применяю. Живой мок я не применяла. Поэтому ничего рассказать о нем не могу. Для того, чтобы отозваться и рассказать, надо, знаете, использовать. На практике проверить. Пока только сухой мок я использую. Ну, проверим. Посмотрим. В данном случае зацветет ли после этого орхидея. Но в любом случае. Даже не для этого. Моку орхидей меняйте обязательно. 3-6 месяцев. Смотрите, мок отработал и все. Еще как отличается свежий мох. Когда будете поливать орхидею, либо опрыскивать орхидею, этот мох имеет очень приятный такой лесной запах. Очень приятно. Когда мох уже старый, поливаешь орхидею, запаха вообще никакого нет. Вот этого мха. Вот так. И вы видели, я убирала мох. Знаете, вот это вот прям ржавое. Уже ржавщина. Все. Что касается вот этого мха. Если у вас низкая влажность и в доме достаточно тепло, то можно, ну, когда вспоминаете, можно один раз в день, можно несколько. Как вспоминаете, вот такой вот. Видите, мох прошли. Сверху смочили, чтобы он был влажным. Но, честно скажу, я так не делаю. Может быть, вспомню, раз в неделю могу смочить сверху мох. Ну, а так, в принципе, нет. Он у меня смачивается только при поливах. Когда уже поливаю орхидеи, я показываю, что поливаю орхидеи, по верху заполняю. Не ставлю сразу воду, а именно через верх. Поэтому у меня грунт одновременно весь увлажняется. И сверху вот этот мох, он тоже хорошенечко увлажняется. Так, здесь чуть ближе проложу. Сюда закрою. Выбираю мох. Знаете, чтобы были вот такие длинные, а не пыль. Потому что есть и пыль, конечно. И первое время, после того, как используете мох, знаете, некоторое время с него летит все равно пыль. Для того, чтобы не летело, надо использовать очень качественный мох. Такие длинные штучки, которые не разваливаются. Ну что, в данном случае мне достаточно увлажило. Вот так. То же самое проделаю вот с этой орхидеей Мира Флора, у которой погибла полностью верхушка. Верх полностью гнил, но остался пенек. И на пенеке выросла вот эта детка, или, как некоторые путают и говорят, выросла. Растение заново отросло. Это не растение заново выросло. Это уже детка выросла на пеньке. Ну вот в данном случае я ее оставила, расти как самостоятельное растение, не отделяла от материнских корней. Хотя, в принципе, можно отделить. Я думаю, на этом пенечке еще вырастет детка. Потому что здесь корни, видите, очень такие перспективные. Видите, сколько рядов корней. И их здесь достаточно много. Это я просто вчера полила орхидеи, поэтому так отсвечивают мокрые корни. Не очень хорошо видно. Все, вот так прокладываю. Еще хочу обратить внимание. Смотрите, растут как воздушные корни. Ну, это корни вот у этой детки. Они не пошли в грунт, поэтому на данный момент они воздушные. И вот в такой момент еще можно словить корни и направить расти в грунт. Я стараюсь направлять корни расти в грунт. Видите, хорошенечко смочу, чтобы они были не такими ломкими. Влажные корни не так ломаются, как сухие. И вот так. Вы понимаете, да, что я делаю? Потому что здесь на горшок попала водичка, и понятно, что где-то плохо видно. Давайте через верх. Вот так. Даже уберу здесь мок. Вот таким образом. Корешок отправлю вниз. Направляю вниз расти. Так что с этим корнем получится мне его завернуть вниз еще. Но при этом не сломать. Видели, корень в стадии роста. Вот. Все. Я в горшок направила эти корни. Лучше сейчас прижать. Даже мне было бы кусочком какой-то коры. А сверху уже мог. Вот я возьму. Такой кусочек коры. Вот сверху прижимаю. Чтобы корни не ушли опять. Не вернулись вверх. И все. И вот эти корни, они пойдут расти в грунт. Вдруг я захочу это отделить все-таки детку. И в таком случае корни, которые в грунте, мне очень-очень понадобятся. Такой маленький момент выходит за это. Орхидеи. Стараюсь такие вещи делать, когда поливаю орхидеи. Вижу, что где-то корни можно направить в грунт. Тогда и направляю. А всем, кому понравилось это видео, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok